Здравствуйте! На дворе летние каникулы, и наши дети готовы проводить на улице всё своё свободное время. Мы же, родители, по-прежнему заняты, а иногда и не хотим вникать в интересы наших детей. А там, на улице, во дворах и кинотеатрах, их встречают опасные искушения. Сегодня в центре нашего внимания детская наркомания и алкоголизм. Ежегодно в России умирают до 70 тысяч молодых людей от 15 до 34 лет по причине отказа внутренних органов от потребления наркотиков. Ещё около 30 тысяч гибнут от травматизма и криминала в состоянии всё того же опьянения, включая суициды. Получается, в год мы теряем 100 тысяч юных жизней. И эти цифры растут. Ужасает и другая статистика. Алкоголиками становятся 15-летние. Тяжёлые наркотики наши дети употребляют с 10, а курительные смеси – с 7 лет. Мы не только теряем жизни, но и получаем больное поколение. Физиология детей и подростков такова, что они быстро становятся зависимыми. Поэтому так важно как можно быстрее выявить потребление ребёнком запрещённых веществ и принять меры – медицинские, воспитательные, психологические. Наркотики стремительно заходят уже не только в вузы и техникумы, а в наши школы и дворы. Наркодилеры используют метод сетевого маркетинга – находят одного зависимого и через угощение подсаживают других. Число преступлений по незаконному обороту наркотиков среди несовершеннолетних ежегодно растёт на 5-10%, а в прошлом году – аж на 25%. В Госдуме я вносила предложение по борьбе с этим злом. Сейчас, если у ребёнка видны признаки какого-либо опьянения, его можно проверить – лишь согласие родителей. И его самого, если ему уже исполнилось 15 лет. При таких условиях взять анализ практически нереально. Ребёнок со страху отказывается, родителей не всегда можно быстро найти. Так уходит время. Ребёнок пробует ещё раз, ещё и губит своё здоровье. Я предлагала убрать из законодательства такие строгие нормы и проверять ребёнка, если он имеет видимые признаки опьянения, безо всяких разрешений. Тогда мы бы смогли оперативнее выявлять среди наших детей зависимых и больных. Мою идею тогда поддержали многие родительские сообщества – детские наркологи, общественники. Однако большинство моих коллег в Госдуме посчитали такую норму пока излишней. Хотя одобрили концептуально. Наверное, наше правительство ещё не готово заниматься этой проблемой. Ведь выявятся десятки тысяч малолетних наркоманов и алкоголиков. А их надо будет лечить, реабилитировать. На что нужны большие бюджетные затраты, а лишних средств, как обычно, нет. По данным правоохранительных органов, сегодня в России наркотики потребляют около 8 миллионов человек с самого разного возраста. Многие начали ещё в школе. Ежегодно выявляется ещё по миллиону наркоманов. Я согласна с экспертами, которые считают, нужна масштабная государственная программа борьбы с этим злом. Нет, мы не бросим заниматься этой бедой. Нашим детям нужно срочно вводить строгие правила, чтобы они знали, что их могут в любое время проверить на употребление всякой гадости. Ведь это вопрос государственной безопасности, будущего всей нашей страны. Ну а каждому взрослому нужно быть внимательнее, ответственнее и ближе к своему ребёнку. Уважаемые родители, а вы уверены, что знаете, чем сейчас занимаются ваши дети. До свидания.